Уютное кафе в центре Николаева. Сейчас здесь полный зал посетителей, ароматный кофе и вкусная еда, как было и до полномасштабной войны. Но в первые дни российского вторжения в Украину все выглядело совершенно иначе. С 25 февраля заведение работало как волонтерская кухня. Здесь кормили украинских военных и бойцов территориальной обороны. Мы готовили в день до 2000 порций еды. И сами, и военные забирали, развозили по блокпостам. Готовили горячую еду, горячие напитки, кофе. Весь наш основной бизнес – это кофейня и обжарка кофе. Где-то с конца февраля по начало апреля мы израсходовали, раздали на воинские части, приготовили порядка 2,5 тонн зернового кофе. Весь наш бизнес ушел вот в эти первые дни, чтобы наши защитники были сытыми, были бодрыми, были уверены, что их всегда поддержит город. Владелец кафе рассказывает, часть персонала выехала, часть служит ВСУ. Марат сам призывал своих сотрудников не рисковать жизнью и эвакуироваться из города. В мае заведение снова открылось для посетителей. Тогда же волонтерская деятельность перетекла в общественную организацию «Мирное небо Николаева». Волонтеры стали собирать деньги на продукты, также получали их от благотворительных фондов, чтобы раздавать нуждающимся. В первую очередь пенсионерам, мамамобильным и людям с инвалидностью. Были моменты, когда люди настолько пожилые приходили, и это был подвиг. И когда они видели пакет, который весит 15 килограмм, они со слезами отдавали обратно, потому что не сможем донести. И мы записывали их отдельно и развозили отдельно. Кроме Николаева, сейчас волонтеры помогают жителям прифронтовых сел и освобожденного Херсона. Привозят продукты, питьевую воду, лекарства и средства гигиены. Помогают с эвакуацией маломобильных жителей. Чтобы собрать на это средства, объявили проект «Кофе для защитника». 100% прибыли идет на закупку гуманитарных наборов. Как людям не всегда хочется донатить просто так неизвестным людям, мы предложили такую акцию, что это будет не просто донат, что за деньги он получает кофе. И у него есть выбор, забрать этот кофе себе, или мы можем передать этот кофе бойцам ВСУ. Это может быть и в Николаев мы отправляли, и в Донецкую область. Кухня-кафе также продолжает работать на волонтерский фронт. Ежедневно горячие обеды развозят медработникам больницы Николаева. Много таких людей хороших сейчас. Вы знаете, война показала истинное лицо некоторых людей, кто хороший, кто плохой. В 5 часов утра приходим, аж до вечера. А что делать? Надо работать. Это наша работа. Некоторые люди, вы знаете, говорят, что докторам все равно. Нет, не все равно. Они за каждого человека, как вам сказать, ну как за себя переживают. Берем, накорочиваем сначала картон. Вставляем сюда по ходу движений петельочки. Наталья – директор филиала энергетической компании. Все свое свободное время работает на фронт. Делает окопные свечи. Мы поработали, вечером накрутили. Если надо, приехали, залили. Или на выходных, вот на выходных позаливали. Все. Как бы да, это время. Надо. И силы, потому руки все время то побитые, то порезанные. Такие свечи помогают военным согреться в окопах, разогреть воду и еду, высушить одежду. С наступлением холодов спрос на них существенно возрос. Вот эта баночка горит 3 часа. Я не знаю, сколько здесь миллилитров, если честно. Не могу сказать. Она небольшая. Она чуть больше, чем от кошачьего корма. Она горит 3 часа, потому что мы ее подпаливали. Вон стоит. Это горит где-то 4-5 часов. Может быть, дольше. В производстве есть свои тонкости. Чтобы свеча не коптила, воск растапливается вместе с парафином. Дым от нее не заметен в полевых условиях. Еще один плюс – горит гораздо дольше. Эти поры, конечно, не очень есть полезные. И потому большая часть людей, кто знает, кто рекомендуется делать на открытом воздухе. Прям люди вот ставят, в чайники делают костры. Но на улице все это делают. В квартирах это лучше не делать. Эти свечи греют солдат не только на Южном фронте, но и на Донбассе. Запросы Наталья собирает через соцсети и волонтеров, которые ездят на передовую. Передает через них, либо отправляет почтой. Сколько заказали, столько и сделаем. Кто попросил? Надо 100, будет 100. Надо 200, будет 200. Компункта 50. Как работа еще позволяет. В неделю Наталья делает три сотни свечей. В изготовлении задействовано много людей. С воском помогают пчеловоды. С банками – местные жители. Картон бесплатно отдают магазины и службы доставки. Ящики там на новой почте где-то там, прошу, ну где вот есть какие-то, не сожмяканные, потому что эти соты картоновые, они должны быть целые, чтобы туда проник воск с парафином, и что-то дает хорошее горение и долгое главное. Парафин я покупаю за свои деньги. Мне очень много помогают мои друзья, коллеги деньгами на парафин, потому что это не дешевое удовольствие. Согреться мирным жителям помогает компания «Зализа». До полномасштабной войны здесь изготавливали металлоконструкции и мебель. С августа стали производить печи-буржуйки. Я участник бизнеса общества Украины. Там мы познакомились с руководителем Львовского благотворительного фонда. Он сейчас получил классного спонсора, который болеет за нашу Украину, за наших мирных жителей. Это канадец, который приехал в Украину помогать нашим людям. В частности, Николаевской области он финансирует этот проект. Модель печи разработали по американскому прототипу. Первые шесть сделали по зарисовкам канадца. МИКО-22 нет аналогов в Украине. Легкая, мобильная и с большой теплоотдачей. Одной закладки хватает на два часа. Отапливает площадь приблизительно 30 квадратных метров. Ее вес до 17 килограмм. Она легкая. Складные ножки, складная труба и дымоход. Не нужно эти метровые трубы монтировать. Она раз разложилась в одну метровую трубу. Телескопическая. Это очень удобная и комфортная вещь. Регулировка тяги больше-меньше. Такие печи бесплатно устанавливают жителям пострадавших в сел Николаевской области, где после российских обстрелов нет газа и отопления. Война кардинально изменила жизнь всех украинцев. Но все испытания еще больше объединили людей в борьбе с российскими оккупантами. Дарья Литовченко, Денис Синченко для телеканала Freedom.